Серж Лефарь Париж не смог заставить меня, киевлянина, забыть мой широкий, величавый Днепр. А когда, вручая Орден Почетного Легиона, Шарль де Голь уже в который раз предложил Лефарю стать гражданином Франции, Лефарь ответил «Я украинец и этим горжусь». Он так и остался персоной без гражданства. Не смог отречься от своих корней, предков и земли, на которой родился. Он начал очень поздно заниматься. 16 лет – это уже когда артист сейчас, по нашим мере, выходит готовый артист на сцену. А он в голодном, холодном Киеве увидел балет и понял, что это его призвание на всю жизнь. И он сделал себя сам. Потом он уже попал, конечно, к Дягилеву, потом он учился в Чикетти. Но первое – это огромное желание. И вот я своим студентам говорю, вот надо пример брать, понимаете. Международный конкурс балета имени Сержа Лефаря приобрел статус наиболее авторитетного балетного форума мира, открыл огромный творческий потенциал украинского танцевального искусства, привлек к нему внимание выдающихся деятелей мировой хореографии. Такие конкурсы не должны умирать, потому что это лицо всей культурной Украины. Об этом конкурсе знают во всем мире и спрашивают, почему не проходит конкурс, почему не проходит конкурс. Он проходил раз в два года. Поэтому вот эти традиции, они должны продолжаться. И пусть Донецк возрождает эти традиции, пусть следующий фестиваль будет проходить в Одессе, в Киеве или во Львове и с какими-то особенностями. Дай Бог. Потому что любая миссия балета, где бы она ни происходила, любая популяризация классического балета, для меня это лично большое счастье. Седьмой международный конкурс балета имени Сержа Лефаря состоится весной 2011 года в Донецке. Соревнования профессиональных артистов и балетной молодежи начнутся 27 марта в Международный день театра, а завершатся 2 апреля в день рождения Лефаря. Впервые местом проведения конкурса станет Донецкий национальный академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Этот выбор сделан не случайно, ведь 27 апреля исполняется 120 лет со дня рождения другого нашего славного земляка, музыка которого имела и имеет огромное влияние на мировое хореографическое искусство Сергея Сергеевича Прокофьева. И особенность этого конкурса будет, что среди конкурсов балетмейстеров, что на музыку Прокофьева должна быть поставлена постановка, хореография. То есть все балетмейстеры с разных уголков мира будут танцевать артисты на эту музыку Сергея Сергеевича Прокофьева. Конкурс будет готовить очень много сюрпризов, интересных новостей. Мы узнаем новые имена, мы узнаем, чем дышит молодое поколение балетмейстеров сегодняшнего времени. То есть много всего будет интересно. Председателем жюри, как всегда, по традиции, будет Юрий Николаевич Григорович. Следующий конкурс будет не похожим на предыдущий. Так значительно вырос призовой фонд, который составляет 110 тысяч долларов США. Вместе с тем, как и на всех предыдущих конкурсах, председателем жюри будет Юрий Григорович. Наталья Шевченко, Александр Пугачев, Павел Велицкий, Первый муниципальный.